Всем привет! Днепр на связи, 14 апреля, 2 часа ночи. Ну что, друзья, все информпространство, как Украины, так и, в принципе, мировое сейчас затмили новости о войне между Ираном и Израилем. Но то, чтобы у нас были в области взрывы в Никополе, Никопольском районе, то, что недавно был атакован Харьков и Харьковская область с беспилотниками и ракетами, что в Харьковской области звучали мощные взрывы, абсолютно всем стали неинтересны эти новости. И все информпространство полностью посвящено Ирану и Израилю. Что же там, друзья, происходит? Все писали о том, что мы на пороге Третьей мировой войны, что вот-вот будет нанесен ядерный удар и просто мир вспыхнет в огромном конфликте. Но Иран сделал заявление в ООН, сказал, что удар Ирана по Израилю – это самооборона. Он указал на то, что мы ударили по сионистскому режиму в соответствии со статьей 51 Устава ООН «Нападение в целях самообороны после атаки в Дамаске». Вопрос исчерпан, но израильский режим может совершить еще одну ошибку, и тогда реакция Ирана будет гораздо более жесткой. Это конфликт между Ираном и израильским режимом. США должны сохранять дистанцию. В это же время канал CNN сообщал о том, что сейчас происходит самая массированная в мировой истории атака беспилотниками. Силы США, Франции, Великобритании сбили множество иранских дронов, летевших в сторону Израиля. Байден проводит в Белом доме с командой по нацбезопасности консультации из-за иранской атаки Израиля. Армия Израиля предписала жителям северо-голландских высот Эйлата и одного из районов Ниева переместиться ближе к убежищам. Военные Ирана следят за реакцией Иордании на атаку по Израилю. Если она предпримет действия, то станет следующей целью, об этом пишут иранские ЗМИ. Иран может нанести удар по Иордании, если она будет препятствовать атаке на Израиль. Нетаньяху сделал заявление о том, что Израиль перехватил более ста дронов вне территории Израиля. Израильский ответ будет решительным и уверенным. Представитель Цахал подтвердил запуск ракет из Ирана в направлении Израиля. Призвал население следовать инструкциям командования тылом. Армия Израиля рекомендовала держаться вблизи бомбоубежий с жителем Димоны, где расположен ядерный реактор. И по состоянию на 2 часа ночи стало известно о том, что взрыв был слышен в Иерусалиме. В Израиле воздушная тревога ревет во всех новых районах. Взрывы прогремели в небе над Дамаском. В небо поднято множество самолетов ВВС Израиля, готовых противостоять любой угрозе. Об этом сказал представитель Цахал. Израиль планирует запросить срочное заседание Совбеза ООН после атаки Ирана. Палата представителей США рассмотрит на следующей неделе законопроект о помощи Израилю. Об этом сообщил лидер республиканского большинства. И сообщает, что прямо сейчас в небе над Израилем идет мощная работа ПВО. Сбиваются беспилотники, сбиваются ракеты. Короче, фиг, разберешь, что происходит. Там вроде конфликт исчерпан. Иран сказал, там что-то полетело. Мощные волны беспилотников позбивали. Тут новые какие-то ракеты. Угроза ядерного удара. Угроза Третьей мировой. Все. Есть такая вероятность. И украинские эксперты уже написали, что эта атака Ирана по Израилю имеет, возможно, российский след для того, чтобы отвлечь внимание от украинского вопроса и войны в Украине. Вот такие уже мнения поступают. Пишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Надеюсь, до утра никаких ядерных ударов нас не ждет и можно будет спокойно поспать. У нас на данный момент, друзья, тихо. В общем, берегите себя, своих близких и до нового выхода на связь.